...будет идти или все-таки Панкратион, он тоже вот... Нет, Панкратион почему тоже приближенный, это тоже один из разделов ММА. Также смешанное боевое единоборство, также работают как и в стойке, так и в партере. Единственное, что у них, насколько я знаю, вот в партере дается всего лишь одна минута. А что касается ММА, тут в общем-то... Пока ты доминируешь, пока у тебя активные действия, ты, а тебя не поднимает стойку. Ну вот сейчас пойдет разведка и бойцы будут, как говорится, щупать друг друга. Почему-то очень быстро пропустил азербайджанский боец, немножко пошатнулся. Вот сейчас наш пытается перейти его в партер, вот удалось, но плохо, что он сейчас не освобождает голову. Хорошо, что он не попал в гард, контролирует, видите, вот пытается освободить свою ногу, вот правильно работает сейчас. Уходит в сторону, в сторону, чтобы его не задушили. Да, вроде бы, так сказать, сверху находится чеченский боец, но да, нога в захвате, да и шея в захвате. Главное, чтобы он полностью не пошел у него в гард, не вошел, чтобы азербайджанский боец не смог затащить его. Вот правильно сейчас перешел, видите, в боковую позицию. Сейчас ему будет более легче освободить свою голову и занять доминирующую позицию и добивать. Вот видите, сейчас, ну, обратно почему-то залез туда же. То есть, по идее, сначала сработал очень профессионально, освободился от двух захватов, да, а дальше что? Обратно туда же вошел, но главное сейчас работать и не прекращать свои действия, работать как и в корпус, и в голову. Ну, вот что и делает наш спортсмен, азербайджанец. Азербайджанец, смотри, вот, так сказать, Амар Мутаев, он достаточно, ну, не сказать легко, да, но достаточно профессионально блокирует удары. Да, он хорошо вяжет своего соперника, не дает ему четко работать и пытается в то же время провести рычаг на руку. Он готовит его на рычаг. Пару попыток было, но безуспешные. Ну, и Мурат Дикая внимательно наблюдает за поединком, находясь там буквально, наверное, в метре от октагона. Это же самое то, когда, вот, буквально слышишь прямую в смысле слова дыхание боя, дыхание двух бойцов. Ну, это наша судейская бригада, которая расположилась там же, вот, оценивает действия спортсменов. Но сейчас Джамал правильно делает, работает, не спешит, доминирует, ведет в этом бою. Правильно делает, добивает, добивает, не дает своему оппоненту работать нормально. Но немножко засуетился азербайджанский боец, потому что ситуация у него нелегкая в данном бою. Ну, там как получилось? Вот, получил он несколько ударов, да, в голову. Ну, и сразу, вот, ну, суперфраза у Хабиба Нурмагомедова, в последнее время была, он давал интервью. Асланбек упадает, он сказал так, когда человек, когда человеку бьют по голове, у него меняются планы. Вот так получилось, в общем-то, и у азербайджанского бойца. Получал несколько ударов в голову и сразу засуетился. Ну, потому что каждый удар это микро-накаут. И, конечно, хочешь не хочешь, появляется... А если ему два-три? Да, если хороших несколько ударов, он может уже потерять, уже потеряться. И дальнейший каждый удар может привести его к завершению вообще этого боя. Вот сейчас подустал, я так вижу. Видно, видно, да. Да, видно, подустал. И тяжелые эти удары у азербайджанского бойца, тоже тяжелые. Но хорошо перевел наш Джамал Павладиев своего соперника обратно в тэкдаун. И сейчас мы вернулись к той же позиции, что была у сетки. Да, ну вот интересно, на шесть лет постарше, да, и вот пооборонялся Мутаев там у сетки, да, и вот когда встали, было видно, что он, в общем-то, подустал. Ну, просто работать снизу очень тяжело. Он постоянно находится в скованном состоянии, ему приходится постоянно в напряженном состоянии быть. Он пытается сковать своего соперника, продержать его постоянно. Видите, обратно вот он пытается удержать его, чтобы тот не добивал его. И тем самым расход энергии больше, чем у человека, который работает сверху. То есть вроде бы с одной стороны сковывает, но теряет гораздо больше сил. Да, поэтому он быстрее устает. Этот бой у нас, конечно, в первом раунде, я так думаю, уже не завершится. Остает всего там 17 секунд. И практически вот в таком положении все время первого раунда бойцы и провели стойки, ну там, ну, полминуты максимум. Да, они в начале и вот после того, как... Да, весь раунд прошел у нас практически в партере. Но это, этим самым наш боец выиграл этот раунд, уверенно, один раунд за нами. Сейчас вот... Все-таки раунд за Малладеевым, да? Да, раунд за нами, потому что несколько... Было бы преимущество в опыте, на самом деле. Ну, посмотрим. И насчет выносливости там не зависит от возрастных категорий, это от физического состояния, от того, насколько ты подготовлен. И это мы видим, наблюдаем именно вот, когда бойцы начинают работать. Вот обратно, та же ситуация, наш спортсмен обратно перевел его в тейкдаун. Азербайджанский боец пытается удушить его, взял на гильотину, но при этом ноги ногами еще не захватил. Если ему придется затащить его, у нашего спортсмена будут большие проблемы. Но наш спортсмен хорошо защищается, уверенно контролирует ход поединка и своего соперника, и доминирует во втором раунде, как и в первом. Ахмед, ну действительно, вот как под копирку, да? Да. В стойке, очень недолго провели времени бойцы, после этого захват со стороны вот Мутаева, освобождается Малладеев и продолжает свое дело вот уже в партере. Да, просто в плане борьбы наши более лучше подготовлены, поэтому сейчас доминируют. Именно борьбой переводят легко. Ну а видно, что вот, в общем-то, Джамал с самого начала второго раунда, я так думаю, только о том и мечтал, чтобы перевести соперника в партер. Хорошо у него получилось в партере и в первом раунде, ну вот почему бы не использовать такую тактику и во втором. Просто Малладеев делает свою работу хорошо. А вот Мутаева, видать, такого четкого тактических каких-то подготовок нету по отношению к своему оппоненту. А вот Джамал, видать, в этом плане подготовился больше и лучше. И поэтому сейчас доминирует. И во втором раунде тоже. Ну может быть, конечно, у Мутаева есть какой-то план. Он связан с борьбой в стойке, да, с обменом, может быть, ударами. А практически вот Джамал не дает ему такой возможности. Ну да, просто весь спортсмен несет свою какую-то определенную техническую часть, да, вот какую-то специфику. Либо он ударник, либо борец. И бывает очень редко, когда спортсмен бывает универсал. На самом деле, что он и в стойке, и в партере одинаково себя чувствует. Но сейчас видно, что у Джамала борцовская часть лучше. И поэтому он делает чисто свою работу и правильно ее делает. И делает хорошо. Поэтому мы видим, как сейчас он добивает своего оппонента. Выходит в боковую позицию. Вот освобождается. Азербайджанский спортсмен все пытается взять его на удушающий. Но ничто не выходит у него, не получается. Он вроде бы сделал попытку как-то подняться, вот, так сказать, из этого партера, где он, в общем-то, не имеет практически никаких шансов, да, против чеченского бойца. Ну вот. Такое идет легкое добивание. И азербайджанский боец пытается тоже снизу работать, бить. На самом деле, каждый удар, он очень неприятный. Потому что, как я ранее говорил, каждый удар – это микро-нокаут. И если... А что подсказывают? Они говорят, чтобы он работал и бил больше. И не давал возможность бить своему оппоненту. Правильно говорят. Нужно работать больше. Здесь как? Либо ты, либо тебя. Если ты работаешь, значит, соответственно, твой оппонент уходит в защищающую, вот эту защитную, оборонительную такую позицию, пытается защититься. Если ты не действуешь, значит, твой оппонент начинает атаковать. Будь он снизу или сверху без разницы. На самом деле, в этом преимущество, если у азербайджанского бойца было бы хорошо подтянут грепплинг или бразильское джиу-джитсу, он бы себя чувствовал лучше в положении, в этом положении, снизу. Ну вот он вроде бы поднялся. Я вот отсюда нам... Нет, ну, не получился удушающий. Опа! Нет, нет, все нормально. Боковая позиция, он контролирует, видите, он взял боковую ногу, и в этом положении очень тяжело было бы азербайджанскому спортсмену убышить нашего Джамала Маладива. Ну, последние секунды. Уверенно взял его эту ногу, и вот, мы видим, он контролирует. Контролирует, и тем самым завершил свой бой уверенно. Да, но если первый бой у нас проделся всего-навсего полтора минуты, то вот здесь бойцы два по пять честно отработали, в основном отработали в партере, где, в общем-то, преимущество имел Джамал Маладив, и, я так думаю, вот мы тут посовещались, да. Вот интересно, это будет единогласное решение судей? Кто-то может вообще отдать победу, вот, например, Амар Мутаеву? Нет. Нет? Нет, не думаю. Потому что это видно, что он... А вот давай послушаем. Сейчас узнаем. По окончанию двухраундового противостояния и невластным решением судей победу одержал Джамал Маладив! Ну, поздравляем Джамала Маладива, и также бойцовский клуб «Ахмак» с очередной победой. Омар Мутаев!